Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в новом дне и продолжаем говорить о том, что нас может изменять. Если помните, вчера мы говорили о препятствиях, которые обнаруживают, что же внутри нас. А сегодня я хочу говорить тоже о препятствиях, но которые приводят нас к выбору, о препятствиях, которые нас меняют. Мы не можем, пройдя через препятствия, преодолев его, остаться прежними. Давайте мы вспомним Давида и его братьев, которые стояли перед Голиафом. Первыми там оказались братья, которые уже были воинами, которые были старше Давида, которые были опытными, но все они были в страхе от того, что они слышали, от того, что они видели. И вот Давид, пастушок, которого никто не принимает всерьез, кроме Бога, потому что у него есть личное отношение с ними, потому что он знает, как ему приходилось защищать овец. И медведь, лев, волк, кто бы ни вставал на его пути, он смог достигать животное, этого зверя и забирать овцу. За счет чего он это делал? У него были какие-то свои навыки, свои методы, но самое главное – это время, которое он проводил с Богом. Когда овцы спокойно паслись, Давид пел песни Богу, говорил, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, но даже если долиной смертной тени пойду, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Потому что он знал, что такое долина и смертной тени, где есть опасности. И вот сейчас перед Давидом выбор, который был похож на что-то в предыдущие годы. Итак, друзья, препятствия предыдущие нас готовят к последующим. И иногда это препятствия, которые довольно нарастают, и нам кажется, что ж такое? А на самом деле это все тренировочные базы. И Господь таким образом предлагает нам меняться с учетом того, где мы оказываемся. И расширяет степень своего участия в нашей жизни. И потому, друзья, я хочу, чтобы мы для себя реально поняли, Господь живой, Господь творящий, и предлагает нам, как когда-то он предложил через Соломона, его сыну, такие слова. Это книга притчей. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравия для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Итак, друзья, на самом деле препятствия, которые у нас встают, они нас побуждают к выбору. И это не что иное, как выбор, который нам надо сделать, чьим словам мы будем верить, чьи слова мы возьмем в основание нашего выбора. Потому что если мы делаем выбор, исходя из того, что мы чувствуем страх, то, как правило, этот выбор будет сделан неверно. Если мы делаем выбор, исходя из полноты информации, и прежде всего не об обстоятельствах, а о том Боге, с которым у нас есть взаимоотношения и завет, тогда, когда мы знаем, кто мы в нем и кто он для нас, вот тогда мы реально можем действовать и не остаться в постыжении. Поэтому я предлагаю вам сегодня посмотреть, что влияет на ваш выбор и насколько уже препятствия вас изменяли, насколько вы готовы встретиться со следующим. И на самом деле есть то, что вас и нас ожидает. Пока мы на этой земле, Господь не хочет упустить ни одного шанса нашего преображения, потому что мы с этим останемся в вечности. И потому ему так дорого, чтобы мы не пришли туда полуфабрикатные по своему сердцу, по своему состоянию плода. И он говорит, я максимально хочу видеть тебя в вечности, уже вошедшим в полноту возраста. Друзья, я этого очень хочу не только для себя, но и для каждого из нас. И мы об этом поговорим сейчас с Богом. Драгоценный Господь, я благодарю тебя, что ты знаешь, какие уже медведи на нашем пути вставали. Ты знаешь, какие волки были уже уничтожены со своими оскалами. Ты знаешь, где, какая победа на нашем счету есть в духовном мире. Но мы не хотим на этом остановиться. И я благодарю тебя, что и те очные ставки, которые приходится переживать людям на земле, подобно как это было у Давида, они также могут вставать перед нами. И пусть на каждую подобную ситуацию у нас заранее, заблаговременно, уже будет понимание, какой выбор делаем и почему. Потому что внутреннее решение посвятить себя целиком тебе, оно уже было сделано. И ты благослови нас в этом укрепиться и быть под защитой твоих крыл на все последующие дни, месяцы, годы жизни. Благодарю тебя, что ты покров наш, ты защита от ветра и от бури, и ты тот, который даешь нам победы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»